С начала республиканской акции «Таза Казахстан» были проведены более 5000 эко-мероприятий в разных городах. Эко-активисты, военнослужащие, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и Департамента по чрезвычайным ситуациям принимают активное участие в очистке улиц от мусора, посадке деревьев, благоустройстве территорий. В Барабайском районе в рамках республиканской акции проведена посадка 32 тысяч сеянцев и санитарная очистка береговой зоны озера Боровое. В акции приняли участие более 100 человек. Сеянцы были высажены на территории шести лесничеств – Акылбайское, Боровское, Мирное, Жалаирское, Приозерное и Золотоборское. Посадка проводилась на протяженности маршрута 15 километров. Научный сотрудник рассказал о ежегодном процессе подгодовительных работ. Инспекторским составом в осенний период собираются шишки. Затем шишки отправляются в сушильные помещения, проходят стратификацию семян и после этого уже отправляются в питомник. После этого питомники выращиваются до двухлетнего возраста и потом перед посадкой, это весенний период, они находятся в зимнике и потом, соответственно, мы высаживаем их в поле. После посадки в течение 15 рабочих дней, по окончанию 15 рабочих дней проводится инвентаризация и оценивается ситуация, как прижились саженцы сосны обыкновенной. В рамках республиканской акции «Таза-Казахстан» в национальном парке была убрана вся прибрежная территория. 30 структурных подразделений нацпарка «Бурабай» провели санитарную очистку. Вывезено 180 кубометров мусора. Сегодня в рамке акции «Таза-Казахстан» национальный парк «Бурабай» совместно с «Бурабайдаму» и РКП на Пахово-Харасу проводится на интернет-чистку береговой зоны озера Боровое. Данная акция проводится ежегодно и непрерывно. Как отметил Касым Жумар Тукаев-Кемелевич, каждый гражданин Казахстана должен заботиться и внести свой клад, быть патриотом и не только на словах, а выражать его действием. Мы призываем каждого неравнодушного относиться бережно к своей родине, местам, где именно он проживает. И это должно быть нашей культурой и достоянием. Также мы проводим акции совместно с общеобразовательными школами, учреждениями. Призываем не только наших местных жителей, не только организаций, но и школьников. Данная акция у нас проводится уже с момента образования национального парка и ежегодно. В акции принимали участие не только сотрудники нацпарка, но и владельцы предприятий, расположенных на территории. Такие совместные экологические акции – отличная возможность собственным примером показать подрастающему поколению, как необходимо заботиться о своей земле, соблюдать чистоту и беречь природу, считают участники. В рамках этой акции наш санаторий тоже принимает участие в посадке молодых саженцев, в частности сосень. Эта акция внутри нашего санатория была, проводили. Сегодня это более масштабно, обширно. И это, я думаю, у каждого нашего сотрудника интерес проявился. То, что касается озеленения и, в частности, очистки регионов, вернее, очистка той или иной территории, независимо, это будет улица, это будет то или иное учреждение, это идет, я так думаю, с детства, с воспитанием. Это должно быть с детского сада идти, потому что все дается в корнях, то есть с фундамента. Мы сотрудники организации ГОС, в количестве 10 человек сегодня присутствуем на субботнике. Я могу сказать, что мы не так часто выходим на субботнике, но когда нас просят, то мы никогда не отказываемся, мы всегда рады, потому что мы любим свою природу, свою родину. Мы хотим, чтобы у нас всегда была чистота, чтобы мы могли отдыхать в выходные дни со своими родными, близкими. И поэтому мы всегда рады помочь. Также государственные инспекторы лесничества поделились особенностью посадки саженцев. Во-первых, в посадке нужно учитывать расстояние между саженцами. Потом саженцы не надо в руки как брать, чтобы корни сохли. Надо в переноске их переносить. Так больше будет усваиваться. До конца мая на территории Аклубайского, Боровского, Приозерного, Золотоборского, Мирного, Жалаирского лесничеств, Национального парка будет высажено еще порядка 800 тысяч деревьев. Общая площадь новых лесопосадок составит 104,6 гектаров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова